а разрешите мне хотят что-то сказать скажите что вы хотели сказать мне я уже ставил печать прошлый раз была печать две штуки почему вы где находитесь вы кто официальный работник на рабочем месте я имею право вас по закону снимать сколько угодно с вашим разрешением или без дальше еще раз еще раз но почитайте законодательство вызывайте полицию если хотите давайте делайте что хотите мне нужен товар поэтому вернее рецепт я два раза приходил здесь будет препарат прошлый раз почему мне отказали что значит федеральный льгот а сейчас я на как я сейчас вам что трудно позвониться звонится что ли я каждый месяц прихожу вы меня не знаете это все равно мне вы меня не знаете что ли это 12 лет уже сюда хожу и что я должен каждый раз вот это вот ходить бегать туда-сюда по вашей проблеме это ваша проблема понимаете вы здесь делаете вот эти вот хрени с печатями поставь печать не поставь печать может еще на жопе поставить печать я должен барышня вы на своем месте сидите там или хотите мне что-то сказать тоже давайте я вас тоже запишу разрешите нет конечно трижды я должен сюда приезжать трижды я должен сюда приезжать да она должна по бумажке даже прошлый раз было все нормально итак на чем мы с вами остановились вы мне отказывайте да я вот сейчас еду в горздрав и там разговариваю уже по этому поводу буду говорить что вы мне отказали дважды согласно согласно говорю вы со мной согласны почему мне далее в прошлый раз по той бумаге которая у меня была отправили меня туда но я не разбираюсь это не ко мне проблема вы понимаете что не ко мне про слушайте давайте вдвоем не говорить я не врач я не знаю какая там льгота федеральная или региональная вы должны были связаться непосредственно с тем человеком который выписывал мне эти рецепты не я должен быть крайним а вы между собой должны договариваться об этом понимаете если у меня какая-то проблема вы должны идти навстречу они я бегать туда-сюда не бабушка должна 20 раз ездить сюда туда понимаете я должен один раз приехать получить препараты и все я инвалид второй группы я не должен нервничать вы понимаете ну а почему мне тогда дали почему у вас системой такая ошибка стоит проблема почему а чья ошибка по вашей компьютерной сети смотрели увидели выписали я приехал вы мне не дали короче понятно это все до одного места правильно я понимаю я еду в горздрав как ваша фамилия расскажите фамилия владимировна хорошо а вот это мы ребят подъехали горздрава городской ну горздрав в общем сами знаете что такое сейчас я вам покажу какая здесь у них классная крутая стоянка классный подъезд ну и самое главное мы давай посмотрим попробуем сейчас особо не нервничать идиотами давайте попробуем посмотрим вот такая вот у них стоянка да они вы сделали какой-то говно вот там вот мишек каких-то ну может мишки прикольные не знаю вот а то что все остальное говно в этой стране это однозначно пойдемте а вот он горздрав отдел спасибо водитель нормальный час частные лица нормальные люди нормально смотрим дальше с 13 здрасте а есть кому пожаловаться здесь у вас а мне надо жалобу написать официально это у них обед такой как мне сегодня везет да вы хотите часок чтобы я подождал ну это не от меня за я знаю вы милая женщина тут поняли а там вообще все уехали дать и которые ушли на обед да да принципе они принять у меня не могут обидно шесть минут опоздал ну ладно а толку я же не знаю все равно это мне нужно это хорошо но я не думаю что они будут решать этот вопрос так в таком порядке бесполезно а в администрации города но в правительстве города севастополя в кавычках там есть какой-то там человек который отвечает вообще вот за эту всю вот это самая высшая инстанция получается да или вы не знаете ну конечно отношения к людям отношения к здоровью и все такое ладно спасибо ваш до свидания вот мне хочется спросить почему обычные люди нормальные почему обычные люди как мы с вами всегда нормальные не совсем обычные те которые вот чуть-чуть у них власти вот вот с какашечку вот с такой почему блин надо как-то научиться засвистывать эти видео почему они вот ведут себя так по отношению к людям какого хрена в сраной загнивающей америки в нью-йорке ты приходишь к своему долбанному врачу который тоже загнивает и говоришь дядя джордж у меня сердце болит дядя джордж выписывает тебе вот такие вот таблеточки на бумажечке или я не знаю на чем потом ты идешь ножками своими полик наверно в поликлинику или в аптечный какой-то но я просто не знаю как там называются эти мероприятия но ты идешь туда где выдают таблетки тебе выдают уже как только ты подошел тебе уже выдают готовый пакетик в котором все твое таблетки тебе не нужно стоять в очереди тебе не нужно ничего ждать почему в страной этой америке которую так ненавидят русские властители вот эти все хорошо все для людей а в нашем независимом здоровом большом государстве для людей одно говно народ блин мы сами себя ну как мы наверное сами себя в когда вместе когда у себя дома сидим на диване уважаем а вот когда бороться за свои права мы не боремся нам нам это не интересно мы уже трусим и все такое может быть вот как вот как будут с низкой ну они естественно будут снисходительны если меня поставить главой горздрава естественно я буду на стороне тех людей всячески помогать тем людям которые нуждаются в какой-то помощи медицинской медикаментозной сейчас там сидят жлобы здоровенные которые ну похер им абсолютно на больных людей на старых на пожилых людей чем это терпим пора сносить это все нахрен пора пора как-то ставить своих людей и на эти должности да я понимаю что все проходит через выборы мы должны вот сейчас прошли выборы первые последующие выборы будут еще лучше но мы же выбираем только власть на этих выборах а вот в этих зданиях сидят люди ну они по здоровью физически здоровы они не болеют никакой болезнью что они там делают это же вообще не их не их работа они ничего об этом не знают и не понимают я уже 12 лет борюсь 12 лет я знаю больше чем каждый из них главное что мне нужно это не вшивые какие-то вот забыл я две печати поставить в регистратуре поэтому я должен ехать с одного конца севастополя в другой конец севастополя потому что эти ушлепки они не захотели видите ли поставить еще одно отделение по выдаче медикаментов непосредственно в нахимовском районе и надо нам работать с такими уродами против таких уродов нам нужно работать нам нужно всяческим образом искоренять этих гнилых людей и на их места ставить своих да они будут нездоровые допустим в плане без ног там но они будут понимать людей они будут знать что нужно людям не вот эти сраные бумажки вот это вот говно ради которого я трачу нервы и свое время прислушайтесь подумайте я однозначно напишу в команду Навального потому что там хоть что-то делают именно делают они просто говорят а как сделать так чтобы препараты привозили на дом не знаю ну к кому обратиться вы не могли бы это здрасте привет это социальная служба это социальная служба что за социальная служба это обычные люди которые да это то есть а государство никак это не может сделать да нет ясно ну как быть там я третий раз туда просто ехать за свой бензин там не очень хочу ну ну пора бы заняться чтобы ну я понял спасибо вам ну то есть как вы поняли никто не знает все сидят в этой глубокой кроличьей норе и не хотят из нее вылазить хотя власти обязаны обязаны нам нас обеспечить этими препаратами и не в том плане что должны обеспечить просто приезжайте хуй знает куда может быть запикаем может и нет и получаете эти препараты стойте в очереди там два часа два часа и на вас никто не обратит внимание а вот а вот здесь в этом районе все это должно быть это бред это беспредел и я считаю что это просто не серьезно не справедливо нужно что-то с этим делать ну как то так буду звонить в Горздрав сегодня пятница пятница это значит через 20 минут там у них заканчивается обед это говорит о том что сегодня уже начальство никакого не будет там это важно а почему я должен иметь вернее об этом понимать знать а не доктор ну я почему для чего а я для чего это должен знать ваш рецепт вы можете поставить на отсрочное решение не только в 30 аптеке но и в аптечном пункте на надеждинке подождите вам не обязательно ездить в 30 аптеку как интересно почему 12 ну хорошо не 12 почему 5 лет мне говорят что выдают только там выдают в аптеке правильно так за выдачей препаратов только в аптеку а отдать свой рецепт на отсрочное обеспечение вы можете в аптечном пункте и что это дает вам не придется ездить по три раза как вы меня уверяете вы поедете туда только тогда когда вам оттуда позвонят и ваш препарат поступит в наличие а у меня пенсия 9000 между прочим вот у вас сколько заработная оплата почему я должен а почему я должен ездить на надеждинце скажите мне пожалуйста для чего почему я должен вы а вы обязаны обеспечить меня препаратами по законодательству обязаны а почему вы меня не почему почему не обеспечивать нормативном документе не указано о том что препараты должны перевозиться надо хорошо почему вы тогда как это называется вставляете палки в колеса по этому поводу почему я инвалид должен приезжать трижды почему я должен с вами сейчас тратить свои деньги разговаривать нервы зачем нет для вас звонок бесплатно это федеральный номер для вас звонок бесплатно ну я же нервничаю правильно зачем вы нервничаете ну потому что потому что предоставляю вам необходимую информацию я нервничаю потому что я второй раз поехал в эту аптеку и мне второй раз отказали в препарате просто потому что я забыл поставить печать ну так что это не вина аптеки ну и что ну вы блин ну как не вина человек люди там работают правильно абсолютно господи нужно нарушить регламент и взять у вас рецепт без печати врача а что такое вот для вас регламент в прошлый раз были все печати все абсолютно было но только не та льгота была вам этот вопрос нужно решать только с врачом я жаловаться собираюсь понимаете я у вас я у вас вот просто даже не консультируюсь понимаете вашего мнения я не спрашиваю я иду для чего вы тогда сюда звоните скажите пожалуйста потому что я записываться хочу к тому человеку которому я буду жаловаться писать личную жалобу и так далее заместители директора департамента вторник четверг из 9 до 11 я хочу записаться запишите меня пожалуйста пока нет информации когда у директора департамента будет принял ближайший в прошлый раз когда я приезжал по этому поводу это было несколько лет назад где-то может быть года 2-3 мне так кажется я записался к заместителю директора и меня два или три раза откладывали эту встречу в конце концов я все равно не встретился с этим человеком так как быть вот поэтому я вам предлагаю пойти для начала к заместителю я согласен идти я вам говорю про заместителя я говорю про заместителя заместитель в томе четверг с 9 до 11 в любое время или по жилой очереди по жилой очереди с 9 до 11 при себе паспорт иметь а сколько обычно там людей то есть будет я не могу вам сказать каждый раз по-разному а он всех принимает или все-таки не всех принимает всех принимает всех обращайтесь пожалуйста еще скажите тогда пожалуйста где я могу вот составить ну найти образец жалобы вот по данному вопросу ну и вот этой просьбы чтобы не знаю конкретной формы формы нету то есть вы как считаете нужным так и пишите да чтобы мне еще просьбу сделать вот эту осуществить как-то чтобы все-таки привозили мне препараты домой а если и не мне хотя бы домой то хотя бы на надеждинцев привозили чтобы я в другой район не ездил не тратил ни время ни деньги ну конкретной формы нету то есть вы пишите в свободной форме то что я сказал это может быть осуществлено да я не могу вам сказать я вам уже предоставила информацию на дом вам препараты не будут хорошо а на надеждинцев как вы лично считаете на надеждинцев вообще в аптечные пункты поставляют эти препараты это вы имеете ввиду третья горбольница да по всему городу я имею ввиду не ну на надеждинцев я имею ввиду я вам за весь город говорю что сначала препараты поступают в аптеку в 30 а потом уже оттуда в аптечные пункты значит я вас неправильно понял то есть я просто подумал что я должен сначала дать бумажку на надеждинцев а после этого когда они мне позвонят и скажут что препарат есть должен ехать на пор и там получать непосредственно уже препараты а вы сейчас говорите немножко ну я сейчас понял другое на надеждинцев я должен дать бумажку и когда с 30 аптеки передадут ну в принципе они могут передать на надеждинцев да мне надо будет просто приехать на надеждинцев и забрать на надеждинцев да вообще вообще поставляют в аптечные пункты из аптеки да да но именно дорогие препараты или только вот эти потому что я вам не могу сказать какие конкретно ясно вообще все льготные препараты поставляют и это я могу решить дорогие если у вас рецепт выписан да это я могу в принципе к заместителю не идти правильно я понимаю мы сейчас с вами по кругу просто ходим нет я понимаю вы все равно выслушайте меня не торопитесь никуда я просто хочу сам решить этот вопрос с вашей помощью у нас время разговора с вами ограничено к сожалению но я этого не знал так мне куда обратиться сейчас для того чтобы на надеждинцев привезли это куда я должен бумажки давать на надеждинцев то есть я должен сам сейчас туда приехать и отвезти этот рецепт правильно да слава богу хорошо а куда именно вы можете подсказать мне это стационар здание стационара надеждинцев больница да получается да там на территории вот видите вроде вы не главный а помогли очень сильно все большое вам спасибо пожалуйста до свидания опять же сейчас я поеду попробую поехать на надеждинцев для начала опять попробую поехать в свою поликлинику свою аптеку на будищево я хочу посмотреть возможно ли это реально так ли это на самом деле или нет потому что мне говорили что дорогущие препараты не возят вот в аптеке я должен почему-то ехать ну в общем давайте поедем в третью ну вот на будищево и попробуем решить этот вопрос так это или нет и обязан ли я ездить в эту идиотскую тридцатую поликлинику или нет смотрим дальше итак это уже четвертый там или третий раз когда я прихожу в эту поликлинику чисто сегодня а последней версии я оказывается совсем не должен не обязан бегать в эту сауну тридцатую поликлинику для того чтобы получать свои препараты сейчас едем узнавать майка у меня сзади мокрая это здорово заодно похудею идем к исполняющей обязанности снова а там что тоже поликлиника да выше тоже кабинет а там что тоже поликлиника да выше тоже кабинет еще вопрос можно выходить это тут очередь наверно ну чего зайдите уже очереди нет зайди зайди могу ли я получать препараты на надеждинцев там нет аптеки есть аптека мне только что сказали ну мы не выписываем туда там нет аптеки она не работает эта аптека я звонил горздрав только что звонил горздрав мне барышня с горздрава сказала о том что я могу принести эти рецепты на надеждинцев в стационарную больницу там же закрыли аптеку эта барышня ничего не знает сейчас я аккуратно спрошу спросите а пойдемте да вы заходили бы что там никого нет все равно что сидеть нету этой аптеки поэтому у нас или 30 или первая горбольница и вот в зависимости от того что нам в компьютере выдают или 30 или первую горбольницу ну хорошо я могу не бегать в эту на 30 аптеку но это лекарство только в 30 аптеку но они могут я как-то могу там сделать запрос чтобы они привозили хотя бы в первую в первую горбольницу не знаю ну вы можете узнать или кто-то там как-то ну я только что ну наверное я не знаю я только же звонил в горздрав мне в горздраве четко русским языком только что под запись сказали что я сейчас поеду на надеждинцев узнаю есть там аптека или нет нету аптеки нету аптеки как-то страна каких-то ну ладно спасибо ну так как вы сами видели нету аптеки и госдрав откровенно врет получается или просто напросто не владеет информацией мы едем дальше Ну что, давайте до начала попробуем отблагодарить, ну, в смысле сказать спасибо тем, кто вчера помог Здравствуйте А кто-то главный здесь есть, нет? Здравствуйте А я, вот, главная там, да, получается? Главная какая? Ну, лабораторий Лабораторий нет главной Я ее замещаю А, ну, значит, мне тогда к вам Так, я возражаю против этого Если это вы включили Так, нормально? Скажите, пожалуйста Аптека в больнице есть? Ну, мне кажется, что ее нет Ее закрыли? Ну, даже она была закрыта Раньше это была Ну, при России здесь была Мне кажется, что была она при Украине Потому что, в принципе, нельзя в частной аптеке Вы знаете, да? Ну, это же государственная А, вы, наверное, по поводу лекарства Которые выдают Да, да Помещение, да Отсюда Помещение Пойдете там, где сделаем панду Знаете, такой деревянный Не знаю, но найду Думаю Ну, давайте Ну, давайте Как вы, кстати, профессионально вот сказали Ну, я возражаю Вот это очень правильно А то я запрещаю Нет, я возражаю Хорошо Слушайте, вот сюда зайдете Там деревянный панду Поднимитесь Там приемный Ага Ага Если вы пришли получать лекарства То вот подходите туда Я не знаю Это, по-моему, третий этаж был раньше Да Я не могу сказать Так что подойдите Хорошо Спасибо большое До свидания Ну, грамотные все-таки врачи есть И это очень приятно Но мы давайте сходим Также не будем их там до конца снимать Всяких будем чисто слушать А на самых особо назойливых будем снимать Так, деревянный пандус Здрасте А вы тут не начальник, нет? Да А что? А меня интересует Аптека есть вот в этом помещении? Нет, у нас уже ремонт идет Уже нет? А была? Была И будет? Нет, здесь не будет Смысл в том, что мне нужны препараты Но чтобы не ездить Я просто после трансплантации Мне нужны эти препараты Чтобы не ездить там на 30-ю аптеку эту Нет, пока здесь не будет Ну, а где-то в районе-то В районе здесь у нас пока нет Моего мнения А ближайшая первая, как посчитаете? Это первая горбольница или что? Первая горбольница, да Они, по идее, могут туда перекидывать эти таблетки? Я не знаю А с кем мне нужна? С горздравом? Я же вот к аптечной сети не имею никакого отношения Ну, у вас же была аптека, вы знаете, наверное Как? Ну, у нас был аптечный пункт, мы получали этот Все, сейчас девочки работают в первой больнице По этой нашей Понятно Так что пока не надо Понятно Спасибо Ну, вот, примерно таким образом это все выглядит Никто ничего не знает Сейчас я открою Вернее, переверну И дам вам информацию еще одну Это простой опрос Я сегодня целый день ездил, как вы понимаете Сейчас у нас 14 часов 15 минут До этого времени Сегодня я ездил конкретно По своим делам С утра И я не решил дела Ни одного Что хочу сказать Ни один врач Ни один исполняющий обязанности Не знает Куда Обратиться Инвалиду Человеку, которому требуется реальная помощь Никто не знает Куда нужно обращаться И возможно ли То, что прописано в законодательстве Я звонил при вас В Горздрав И в Горздраве мне сказали Следующую информацию Что на Надеждинцев А это мы находимся здесь Именно в этом здании Это Надеждинцев 15, по-моему Ну, не точно Но однозначно Это городская больница И это Надеждинцев Мы находимся с вами здесь И разговаривали только что С заведующей С главной женщиной Которая заведует Вот здесь Всем В том числе и Аптеками Которые Аптекой Вернее, это была не аптека А пункт выдачи Вот И Может быть я неправильно Сформулировал По поводу именно аптеки Но То, что касается Пункта выдачи Я Ну, я думаю, что она поняла Потому что я сказал о своей проблеме Про те препараты Которые мне положены По законодательству И она сказала Я не знаю Что делать с этой информацией А Горздрав Меня послал сюда То есть Горздрав Даже не знает Что здесь Не работает аптека Что здесь Аптеки нет Вот примерно В таком состоянии Находится Вся система Здравоохранения По России И это город Севастополь А город Севастополь Как вы знаете Это достаточно Серьезный уровень То есть Это не какая-то там Ну, например Какое село? Вилино, допустим Да, вот здесь Недалеко от Севастополя Поселок Вилино Но он городского типа Даже не это Это город Герой Севастополь Уровень Федерального По-моему Ну да Федерального Подчинения Он никому не подчиняется Кроме как В Москве Вы понимаете? И несмотря на это Здесь такой абсолютный хаос Никто ничего не знает Всем на все Наплевать Никто ничего не контролирует Никакой человечности В отношениях Между клиентом И врачом Нет В данном плане Что Выдать препараты Никто не дает Такую возможность Никто не дает Возможность Полечиться Принять эти препараты Все заставляют Бегать по 30 раз Туда обратно В итоге я съездил Мы с вами можем посчитать Туда один раз Обратно Это уже два раза Съездил Опять И опять Понимаете? Бензин В одну сторону 15 километров То есть я съездил 15 и 15 И плюс еще раз 15 и 15 В итоге это 60 километров 60 километров Сколько это стоит? 300 рублей При пенсии 9 тысяч рублей Ребят У средней бабушки Которая Ну извините Конечно у бабушки Нет скажите Автомобиля У меня он есть Слава Богу И Ну как-то Мне вообще Непонятно Отношение Вернее Мне понятно Но мне непонятно Почему Все твердят Что все так хорошо Все так классно Все так замечательно На самом деле Препарат Обычный препарат Очень трудно получить В этом большая проблема Сколько у нас людей больных В стране Чей это электорат Сколько потенциально людей Поддержит Политику Если допустим Навальный Или команда Навального Или люди Кого Навальный Рекомендуют Будут говорить Да Мы обеспечим Вам Инвалидам Пенсионерам Не только Бесплатные рецепты Но и доставку Этих рецептов Домой Мы обеспечим Вас Мы не дадим Вам Нервничать Тратить собственное Время Здоровье Нервы Непосредственно На поездки Куда-то там Стояние В этих очередях Мы создадим Вам Комфорт Хотя бы В этой области И я считаю Что за это Проголосуют Эти люди А этих людей Как вы понимаете В России Больных людей Инвалидов Колоссальное количество Гораздо больше Чем Голос Это Ну Каждый второй Наверное Поэтому мне кажется Что На этих людей Тоже можно Давить Вот таким образом Даже не давить А как это правильно Дать им понять Что они на нашей стороне И мы на их стороне Как вы поняли Из моего сегодняшнего Турне По городу Герою Севастополя Что я не получил препараты Что я не приехал Что я приехал В Горздрав Опоздал На 6 минут И Везде Для меня Все закрыто Горздрав Говорит Что в этой Поликлинике Вернее В этой больнице Есть аптечный Пункт Выдачи Где я могу Получать Свои препараты Заказывать Заказывать А по факту Препараты Препараты Извините Я в телефонном Звонке В Горздрав То же самое Правда Я разговаривал Я разговаривал Непосредственно С какой-то там Телефонисткой Наверное Но она тоже Не знает Хотя Она что-то там Не подсказала Объяснила В общем Никто не знает Включая И саму 30-ю аптеку Вот примерно Так выглядит Ситуация Сегодняшнего дня Примерно Так выглядит Вся эта Нехорошая история И Алексей Я прошу помощи В этом вопросе Конкретно У тебя В том плане Что и твой Электорат И Очень Вообще Важный вопрос Медицинского Обеспечения Вообще Жизнеобеспечения Граждан России Потому что Даже Вот эту Систему Все Пока